Рыбы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на май месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? В конец расклада мы возьмем карта совета, что вам высшие силы советует. Может какие-то подсказки для вас, какие-то остерегаться от чего-то. Давайте посмотрим первая карта на начало месяца, карта дьявола. Карта искушения. Вам не стоит искушаться в начале месяца. Мои дорогие, те, которые находятся в отношении, не входите в отношении треугольника. Те, которые хотят то, что находятся на той работе, в которой на сегодняшний день будут предложения, то, что вам зарплата будет более высокая, то не стоит пока соглашаться в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Для вас, мои дорогие рыбы, карта четверка жезлов. Четверка жезлов показывает, что у вас в мае месяце, те, которые находятся в отношении, будьте готовы, что у вас будут какие-то искушения для того, чтобы вы себя искушали другими отношениями. Все-таки стоит быть с партнером, который у вас есть на сегодняшний день. И поддерживайте, потому что у вас есть такой человек, который дает вам всегда руку помощь, какой-то совет. Вам дает вот это возможность для того, чтобы вы не чувствовали себя одиноки. Мои дорогие, те, которые находятся, знаете, одинокие люди, все-таки вы гармоничные люди в начале месяца. Но вас, как вот эти искушения, не оставляй. Вам как-то хотят сбить с правильного путя. Давайте посмотрим следующая карта на начало. Это карта башни. Карта башни разрушения ваших стереотипов, ваших каких-то привычек, ваши какие-то проблемы, которые вы понимаете, вы сами создаете. Вы сами себе, может, какие-то страхи сами себя создаете. Может, какие-то у вас привычки, чтобы обмануть, хитрить в отношениях. Все-таки этого не стоит вам делать в начале месяца. Потому что если вы не будете доверять человеку, или вы будете предавать человека, пойдете в других отношениях, или что-то более другое сделать, то вы сами разрушите себя, да, ваша, именно даже себя, как личности, разрушите. Давайте посмотрим следующая карта на середину. И это карта тройка кубка. Тройка кубка говорит о том, да, постарайтесь в середину, в начале, как предупреждение, те, которые имеют отношение, да, даже стабильные, даже то, что они начали встречаться, все-таки не искушайтесь другими отношениями, да, постарайтесь быть счастливы, радоваться с тем человеком, который у вас на сегодняшний день есть. Мои дорогие, те, которые, да, одиноки, да, для мужчины может быть как зависимый, да, то, что любит пить, вам все-таки не стоит это делать, да, на середине месяца, да, постараться это убрать с себя, да, от себя вот это, вот эти, то, что вам мешает. Следующая карта на середине, мои дорогие, это Паш Пентакли, Паш Пентакли, вложение в себя, обучение, может что-то купить, желание у вас есть, да, но это касается то, что вы должны уже приобрести для себя, да, не просто подумать, да, вы любите, да, здесь карта показывает, что любите, много думайте, и пока не сделать, все-таки здесь нужно, вот требует, да, на середине мая месяца вложить в себя для того, чтобы вы были счастливы. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине, это шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, чтобы, как я говорю, разрушить, да, уйти от каких-то ваших привычек, да, то, что некоторые уже в середине это начнут поработать над собой, да, может это небольшое, да, может небольшими такими шагами то, что это будет, но то, что вы начнете, то, что вы уйдете, да, от каких-то берегов, и то, что будете уже в середине мая приплывать к новым берегам, то это однозначно, да, но все зависит дальше от ваших действий, да, то, как вы сами будете поступать и какие шаги вы будете делать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это король мечей. Король мечей говорит о том, что требует ваша хладнокровность, ваша уверенность, четкое осознание, плюсы и минусы, да, четко, да, вы должны понимать, что вам разрушается. Даже одинокие мужчины и женщины, вы должны понимать, что вы сами себе, ну, неправильно, да, делаете в вашем характере, в вашей жизни, да, те, которые имеют, я хочу здесь, мужчины, да, мужчины, те, которые имеют стабильное отношение, постарайтесь не входить в треугольника, постарайтесь уходить от таких отношений, да, вообще не входить, потому что могут, да, разрушиться отношения, которые у вас есть стабильные. Следующая карта на конец месяца для вас, это карта десятка пентаклей. Десятка пентаклей говорит, что может разрушиться ваш именно семейный, да, ваш семейный очаг, ваш фундамент, который вы долгие годы построили, да, который вы долгие годы как бы вложили в себя и все-таки должны сохранить, да, понимать, что все-таки семья на первом месте, да, искушение-то есть искушение, но их не нужно, да, нужно все-таки от них остерегаться. Давайте возьмем карта совета и посмотрим, что высшие силы вам советуют, для вас, мои дорогие, это четверка мечей, очиститесь, гармонизируйте, если есть возможность, да, для мужчины, может быть, есть какие-то магические воздействия, да, постарайтесь почиститься, да, вот это совет. Те, которые вот именно, не будем брать вот именно магия, да, то здесь карта исцеления, может вот пройти вот именно вот это, то, чтобы вы не искушались и не входить вот в такие отношения, все-таки требуется какой-то отдых, может для того, чтобы вы понимали, что это не нужно в вашей жизни, мои дорогие женщины и мужчины. Конечно, мы это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.